Добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире программа Разворот, студия Оксана Антоненко. Добрый день, и Вадим Родионов. Помогает вам звукорежиссер Евгений Копейный. Прежде чем мы начнем и представим нашего гостя, по традиции напомню все каналы связи. Во-первых, телефоны прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните, а также пишите нам в видеочате на портале mixnews.lv. А в гостях у нас сегодня ведущая Первого Балтийского канала, экс-ведущая программы «Время Первого канала» российского Александра Буратаева. Здравствуйте. Добрый день. Ну, давайте, наверное, начнем с Олимпийских игр. Церемонию смотрели? Конечно, от начала и до конца. Какие впечатления? Абсолютно, даже не отрываясь, даже не отходила от телевизора. То есть все четыре часа. Мне было ужасно интересно посмотреть на сценарии. Много же было разговоров, да, как это будет, в секрете что-то держалось до последнего. Да, самое высокотехнологическое. Хочу сказать, богато. Очень видно, что очень дорогое шоу, и были привлечены какие-то супер... Ну, очень какие-то технологии новые, да, вы видели, да, вот эти светящиеся фигуры. Ну, в общем, грандиозно. Но иногда мне казалось, немножко затянутые были места. Это, например, какие? Ну, например, ну, вот какие-то массовые какие-то вот эти фигуры, ну, показали их, да, несколько раз. Но их очень долго почему-то показывали, показывали, показывали. Ну, и хотелось смены какой-то картинки, а они постоянно повторялись. И, честно говоря, вот сидела я в компании, где были и молодые люди, там, сын моей подруги, которому 14 лет, и был мой племянник, которому 30 лет, и он живет в Германии. Ну, он так смешанный, у меня сестра просто замужем занялся. Мне интересно было посмотреть вот их реакцию разную. То есть, подруга моя, моего поколения, мы поняли все. И бал Наташи Ростовой, кстати, это место мне понравилось больше всего. Бал Наташи Ростовой. Такой красивый, масштабный. Масштабный, музыка прекрасная. Но я спросила мальчика 14-летнего, ты знаешь, что такое Наташа Ростова? Он сказал, нет. Я говорю, а что, вы в школе не проходите, Толстого? Проходим. Ну, а «Войну и мир» читали? Да, кажется. Вот понимаете, вот да. Сложно найти человека, который прочитал. Мне кажется, для нового поколения какие-то места в церемонии были непонятны. Точно так же потом картины пошли, квадраты красные и черные. Это для какого-то интеллектуально подготовленного зрителя нашего поколения. Вот для меня было все понятно. Мне кажется, для молодого поколения были места, которые они рассматривали как картинки. И не знали, какой содержательный смысл за этими картинками был. А иностранцам эта церемония была понятна, на ваш взгляд? Ну, мой племянец был очень красиво, очень грандиозно, как все русское. Такое очень такое. Но мне казалось, что там были элементы какие-то немножко северокорейские. Когда сидит лидер, да, когда вот масса народу проходит. Что-то было вот, промелькнуло такое немножечко у меня в голове. То есть это как-то резануло вот у вас? Нет, не резануло, это было все красиво. Но после такого шоу, вот когда я бываю за границей, и меня спрашивают, what country I'm from? Я говорю, I'm from Russia. На меня там минуты три сначала смотрят с недоумением. Говорят, you misunderstood. Вы не поняли мой вопрос, из какой страны вы приехали? Я опять говорю, что я из России. Потом я начинаю говорить, что в России проживают 170 национальностей. Что Россия это не только русские, еще есть республики Калмыкия, Бурятия, Дагестан, Чечня, Якутия. Ну и начиная вот целый экскурс. Ни одного иностранца как бы сразу, чтобы он понял, что я из России. Мне легче сказать, что я из Монголии, ко мне вопросов не будет. Но когда я говорю из России, начинается вот у людей образ России вот совершенно тот, который был показан снова на этой Олимпиаде. И после этой церемонии мне будет намного труднее еще объяснять, из какой я страны. Потому что там абсолютно не было показано, что Россия это многонациональная страна. Вы видели хоть одну девушку вот с этой табличкой страны неславянской внешности? То есть вы считаете, что таким образом стереотипное отношение и восприятие России укрепилось? И как бы люди опять воспринимают, Россия это Кремль, это Красная площадь, это вот это. И вот такой же имидж, который был в советское время. Но даже в советское время там в конце выходили 15 республик, помните, да, в костюмах, обязательный ритуал такой. С флагами каждой республики. С флагами каждой республики. А здесь вот опять, вот опять матрешки, опять купола и так далее. То есть нам, представителям малых народов, это опять непонятно. Почему у нас страна, это вот только короны, да, и вот девушки славянского типа. Потому что я, например, сколько раз на телевидении, когда первая была, на российском телевидении, первая появилась в мое лицо, у всех был шок. Как это так, вот какая-то вот узкоглазая ведет программу «Время». Но вы совершили революцию. Я совершила революцию, и я думала, что теперь-то современная Россия, вот Советский Союз позади, все вот эти какие-то вещи уже позади, да, и что не надо ничего объяснять, что демократия у нас, как-то мы вперед пошли, развиваемся в другом направлении. И сейчас я смотрю церемонию, мне так кажется, немножко вот она была в этом смысле, немного советская, очень советская. Константин Нерц, руководитель Первого канала, был главным, кто организовал церемонию. Вы с ним, я могу предположить, знакомы, вот там что-то было. Ну, это мой бывший начальник, конечно. Вот в этой церемонии. Ну, я думаю, что он очень любит какие-то такие, знаете, технологичные новшества, такие технологичные, вот эти все супер, вот, это же на компьютерные какие-то программы, да, вот очень сложные. Мне кажется, вот это он добавлял, потому что, и он достаточно интеллигентный человек, он любит, наверное, классику, и поэтому эта классика наша прошла сквозь весь, всю церемонию. Но я была вот на двух олимпиадах до этого, на одной зимней, на одной летней. И одна была вот в Афинах, в Греции, и другая в Турине, в Италии. И там как-то, знаете, вот всегда пытались показывать какие-то вещи, которые понятны всему миру, да. Ну, какие-то там, если есть звезда какая-то международная, там показывали. У нас здесь одна была звезда Нетрепко. Но я не думаю, что там какой-то простой канадец или американец знает, кто она. У нас далеко не все в России знают, кто такая Нетрепко. Не все ходят, к сожалению, в театр оперы и балета, и не слушают оперу. Ну, что касается спортивных звезд. Вот единственное, вот безупречная часть, которому не придраться, это было зажжение факела. Вот когда Маша Шарапова первая выбежала, и потом пошли наши все звезды, которых реально знают во всем мире. Вот эта часть, вот к этой части у меня нет никаких претензий. Потому что, когда мы спорили с ребятами, кто зажжет факел, я всегда говорила, у нас есть только две легенды, непререкаемые в зимних видах спорта. Это Ирина Роднина и Владислав Третьяк, которых я знаю лично, этим горжусь. И просто когда у меня затаило дыхание, ну, Шарапова хорошо, да, ну, там, Исинбаева хорошо, Акабаева очень хорошо. Потом, значит, я думаю, а где же зимние виды спорта? У меня уже, знаете, вот такое было волнение. И когда я увидела Роднину и Третьяк, я просто отлегла, думаю, ну, вот это, это самый главный апофеоз всей церемонии. Круче, чем Ирина Роднина, которая не проиграла ни одного международного соревнования, круче, чем Владислав Третьяк, для нас, вот для нашего поколения нет, и я думаю, что не будет. Ну, а как оцениваете те вещи, которые наверняка уже понятны всему миру, и отломанные ручки, ржавая вода и так далее, и так далее? То есть то, как преподносится Олимпиада не только в социальных сетях, но и, скажем так, в некоторых международных СМИ? Ой, ну, эхидных людей всегда много. И, знаете, тоже вот эта зависть какая-то, мне кажется, вот, знаете, вот почему-то если в России должно все плохо. Нет, ну, мне кажется, это очень сложная была, ну, как за семь лет построить вот такой объект? Вы вот спросите, вот, а вы попробуйте построить объект такого масштаба за семь лет? То есть стройка века. Я работала в РЖД, когда начинали как раз строить туннели, через которые сейчас электрички проходят. Я помню, как эти все совещания многочасовые, когда решали вообще, как они будут проходить, через что, какие-то трудности. Представляете, строительные работы, сложнейшие строительные работы, когда нужно было, ну, многие не задумываются, например, что температура воздуха на горе, где Красная Поляна, и внизу, где аэропорт, абсолютно разная. Там минусовая, там плюсовая. Плюсовая, извините. То есть вот сейчас сколько градусов в Сочи наверху? Не интересовались? Ну, там минус 2, минус 3, насколько я понимаю. Да, а внизу будет плюс 10, например. И если, например, электричка ездит наверх и вниз через каждый металл, не каждый металл выдержит такую нагрузку по изменениям температуры. То есть наверх плюс, минус, потом плюс, минус, плюс. И был огромный тендер, искали компанию, которая сможет такие произвести вагоны, которые будут устойчивы к любым температурам. Это оказалось компанией «Сименс», немцы сделали очень хороший проект. И я просто знаю детали, как это трудно было, вот даже хотя бы транспортную составляющую, да? Я уже не говорю про строительство этих ледовых дворцов и так далее. Это грандиозная стройка. И если просто придираться о какой-то ржавой воде, ну, вообще-то, что она идет там, это уже чудо. То, что там все это работает, это уже чудо. За 7 лет построить такое грандиозное, ну, мне кажется, это просто, ну, фантастика. А вот как написал Сейнен в одном из своих репортажей, в принципе, не любят эту Олимпиаду, ну, условно не любят в западных СМИ, не потому что не любят саму Олимпиаду и вот эту деревню, а потому что не любят Путина. Вот сама фигура, собственно, Путина, имеет на ваш взгляд какое-то отношение к тому, как воспринимаются Олимпийские игры в мире? Ну, конечно, вот из-за Украины, да, в последнее время, почему не приехали, там, Меркель не приехала, не приехали итальянцы, французы, американцы. Ну, я имею в виду первых лиц. Конечно, это вот, я думаю, что демонстрация вот того, что... Я думаю, что большой спорт и политика, они очень рядом, особенно Олимпийские игры. Это точно так же, знаете, когда идут Евровидения, да, вы видите, как голосуют Молдавия за Румынию, Румыния за Молдавию, то есть люди даже не думают, кто там пел, как пел. Ну, можно вычислить даже некоторые тенденции. Я даже вот так смотрю, так, сейчас Украина за Россию будет, Россия за Украину. Ну, как вот, да, или там Белоруссия за Украину будет, или Белоруссия за Россию обязательно проголосует, ну, или наоборот. То есть это уже даже ничем не связано никак с музыкой. Точно так же, я думаю, что это большая политика. Жалко, что она отражается на спорте, потому что в Греции, видите, даже во время Олимпийских игр все приостанавливались воины. И мне немножечко, конечно, обидно, что главы государств не вот так вот проигнорировали. Открытие Олимпиады. Ну, в Сирии, кстати, приостановили конфликт на время Олимпийских игр. Там даже гуманитарные коридоры открыли. Об этом Владимир Путин сказал на пресс-конференции. 672-12-93-9, и 672-13-93-9, телефоны прямого эфира. Напомню, что у нас в гостях ведущая Первого Балтийского канала, в прошлом ведущая программа «Время» на Первом Российском канале Александра Буратаева. Мы прервемся ненадолго и вернемся. Новости на Болткоме. На Болткоме разворот! Ну, мы продолжаем эту программу «Разворот» в студии Аксана Антоненко. И Вадим Родионов. А помогает нам звукорежиссер Евгений Копеин. В гостях у нас сегодня ведущая Первого Балтийского канала, экс-ведущая программы «Время» на Первом Российском канале Александра Буратаева. Может быть, я сейчас сразу скажу, что я, начиная с января, уже не буду работать на Первом Балтийском канале. То есть, такая маленькая сенсация, да? Ну, не сенсация, просто у меня планы жизненные поменялись. И сейчас мне надо больше находиться не в Риге, так скажу. То есть, покидаете наши? Ну, пока секрет, пока секрет, да. Но, как бы, вот мне сейчас реже придется здесь побывать. Мне жалко, конечно, расставаться с Первым Балтийским каналом. Тем более, вот мы вчера буквально отметили десятилетие новостной службы Первого Балтийского канала. Кстати, пользуясь случаем, можно я поздравлю своих коллег. Пожалуйста. Хочу сказать, что работают очень профессиональные люди. Не всегда техника самая, там, универсальная и последняя. Но даже вот в этих технических условиях каждый день выходят в эфир и работают на три страны. На Латвию, Литву, Эстонию. И настолько ребята вот живут какой-то, знаете, одной общей семьей. Ой, если у кого-то день рождения, все вместе отмечают. Если у кого-то горе, все вместе помогают. И вот эти, ну, почти три года, кстати, я проработала. Мне вчера было немножко так грустно, когда я поняла, что, ну, теперь почти не буду приезжать туда. Мне было немножко грустно расставаться с ребятами. Я сказала, ну, ничего, мы всегда найдем повод выпить вместе рижского шампанского. То есть вы попрощались окончательно или ваши планы все-таки имеют какие-то временные рамки? Ну, я думаю, что окончательно. Но не с Ригой. Нет, с Ригой нет. Нет, я очень люблю этот город, и здесь у меня есть недвижимость. Я все равно буду сюда приезжать. И мои родственники очень любят сюда приезжать летом, когда в Юрмале фестиваль. Я думаю, что я буду часто возвращаться. Ну что ж, а мы со своей стороны присоединяемся к поздравлениям коллег. Так что с десятилетиям вас. Давайте примем звонок. Здравствуйте. Вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Добрый день. Я бы, вы знаете, обратилась к первой части вашей передачи, к открытию Олимпиады, коротко бы высказалась, поскольку я человек скептический к масс-шоу, но такого потрясения я еще не испытывала. И очень даже удивилась мура Энста, который через, так сказать, российский кич провел на таком эстетическом высочайшем уровне. Породила, ребята, вы знаете, что породила сила творчества истинной страсти, которую вложили организаторы и исполнители. Да, очень высокий интеллектуальный уровень, правда, был? Да. Вот дотянуться до него не всем удавалось. Да, нет, нет, вот у меня другое впечатление. И вы знаете, хотела бы заострить еще на чем, даже коротко. Вот как-то по аналогии возникает образ, сразу всплывают Олимпиады 1936 года. Ой, я ее не видела. Да, две фигуры исторические. Один Гитлер и Владимир Путин. Ну, достаточно такое смелое. То есть старские такие. Да, как сравнение все-таки с 1945-1936 года. Тут упоминали Северную Корею, но так или иначе, видимо, это вдогонку тут. А, кстати, знаете, вот меня удивило, например, что вот вам понравилась форма наших спортсменов? Ну, когда как. Нет, вот они вышли в форме. Вы имеете в виду сейчас российских или латвийских? Российских. Ой, извините, извините, я немножко забыла. Ну, мы болеем за две сборные. За сборной России, да. Мне понравилось, хотя, ну, там присутствовали меха, конечно, некоторые упрекали. Вот я сговариваю, что это единственная сборная, которая вышла в мехах. Ну, то есть, как бы во всем мире это уже, ну, как бы немножечко, да, экологи нас ругают. Они не знают, как холодно в России. Но, с другой стороны, так по-русски. В данном случае, в данном случае, ну, мне кажется, все же знают, как тепло в Сочи. Мне кажется, нашим спортсменам будет очень жарко ходить в этих мехах, потому что в Сочи реально можно ходить в тоненькой курточке даже зимой. Ну, кстати, сборная Великобритании вышла в Ушанках. В Ушанках, да. Но просто вот сам стиль очень тяжелый мне показался. То есть, все выходили в каких-то легких курточках таких, да. Мне понравились итальянцы, которые просто вышли в курточках, где написано «Эмпория Армани». Да, так вот, скромненько, со вкусом. Ну, просто я подумала, очень теплые вот эти шубы, ну, как это, дубленки, да, они очень теплые. Для Сочи они очень теплые. То есть, опять же, поддержание того же славянского стереотипа со славянскими девушками теперь уже и мехами, и все остальное. Ну, да, меха – это хорошо, но почему-то они мне показались, знаете, вот, если бы они еще выехали на этих собачьих упряжках, мне что-то в этом даже якутское показалось больше, чем русское. Русское же, ведь, они такие вот меха другие были, гладкие, не такие вот, как пушистые такие, да. То есть, русское – это соболя, извините, это норка, это вот такое все. А здесь вот это такое, это больше вот к якутским народным костюмам. У меня как-то вот такая ассоциация была. Не знаю, вот поэтому я вас спросила, у вас была такая ассоциация или нет? Ну, вот у меня лично не возникло, я как-то достаточно спокойно вас приобрел. Ну, значит, просто я была в Сочи часто, и я знаю, что там тепло достаточно. У меня сразу такая мысль, боже, как они в этих, не вспреют в этих дубленках. С другой стороны, Олимпиада-то остается зимой, несмотря ни на что. И все-таки в горах-то похолоднее, чем может быть. Может быть, они только в горах, но есть эта форма. Ну, там минус 2 максимум, минус 5. Давайте примем звонок еще на линию у нас радиослушателей. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Добрый день. Знаете, а кто знал, что будет минус 2? А вдруг минус 15 или минус 10? Ну, а для чего у нас сводки, которые у нас на 2 недели даются вперед? Нет, я имею в виду форму-то шили. Это, я думаю, и принимали решение немножко пораньше, наверное, за полгода. Нет, ну я, например, 3 года назад была в Сочи и 5 лет назад в Сочи. А все бывает. Там минус 30 никогда не было. Вы знаете, у меня, я вас перебью, из Атланты звонил друг. Да, у них один раз в 10 лет бывают такие морозы и снег. Вот в этом году как раз и настигла такая мысль. Ну, хорошо, будем считать, что готовились к самым трудным морозам. Давайте еще звонок примем. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Алло, будьте любезны, Вадим, вы отключили меня из каких соображений? Я хотела договориться. Я думаю, что вы закончили уже. Ну, говорите, пожалуйста. Нет, милый Вадим, нет, милый Вадим, пожалуйста, разрешите мне закончить. Говорите. Я говорила о двух исторических фигурах. Однолю Гитлер и Владимир Путин. Если там в 1936 году было продемонстрировано полное отсутствие жизнеутверждения, жизни как таковой, то Владимир Путин у нас сейчас считается величайшим гуманистом нашего времени. И вот по такому контрасту нужно сделать вывод, на какие перспективы у России, у ее руководства относительно дальнейших... Очень интересная точка зрения. Это, конечно, вам смешно, милые господа, но от России зависит наше существование. Даже то, что наше тепло, наш газ. Так что давайте смеяться потом. Спасибо. Спасибо, да. Ну, вот еще интересное. Получил интересное продолжение эта мысль. Еще два на три минуты сразу же. Здравствуйте. Добрый день. Борислав. Ну, по поводу формы буквально еще парочку как бы шпилек. А мне больше понравились ребята в шортах, которые там... Вот, и в сланцах. Это вообще было так замечательно. Вот он тренд. А вопрос, на самом деле, вот какой. Сегодня одно, значит, российское интернет-бизнес-издание, не будем его рекламировать, опубликовало призовые, которые положены уже на текущий момент тем или иным спортсменам из тех или иных стран. Так вот, парадоксально, что в Норвегии-то, оказывается, не платят денег за медали. Может быть, вот этот тренд, который надо как бы пропагандировать и толкать вперед. Как вы считаете? Спасибо. А в Таиланде, кстати, участники доплачивают за участие. У нас, по-моему, 50 тысяч долларов за первое. За первое место, за второе – 30, по-моему. Я помню, когда я была депутатом Госдумы, мы добивались того, чтобы спортсмены-паралимпийцы получали такую же награду, как и олимпийцы. Потому что мы видели, как занимаются паралимпийцы. И как-то было бы, знаете, неправильно и нечестно, когда здоровые люди получают за это достаточно хорошее денежное вознаграждение. А люди, которые преодолевают себя, и так вот для них это намного больше, чем спорт. Это их жизненный вообще, ну, я думаю, что это зацепка вообще за жизнь. Они вообще раньше ничего не получали. И я вот горжусь тем, что мы тогда, вот когда Владислав Третьяк, кстати, был специальным комитетом по физической культуре, и спорту, и молодежной политике, мы тогда вот это пробили. А как Вы считаете, вообще вот для спортсменов нужна такая вот финансовая мотивация? Я думаю, что да. Я думаю, что да, потому что они сейчас, например, хоккеисты, да, вот они играют в очень богатых американских, канадских клубах. И попробуй их замани. Вот сейчас как-то вот патриотизма такого особого, мне кажется, нет. Они там получают миллионные гонорары, им нужно оторваться от своей команды клубной, и приехать вот поиграть за страну. Но тем не менее, едут и играют. Едут и играют. Но у них тоже там символ есть, слава и деньги. Я думаю, что это их мотивирует. 672-12-93-9 и 672-13-93-9, телефон напрямого эфира. Звоните Александру Буратаеву, гость нашей студии сегодня. Кстати, о Сочи. Возвращаясь к этому городу, которому приковано внимание всего мира, как считаете, что с ним будет после Олимпийских игр? Ой, я так переживаю. Сохранится он это величие. Я, честно говоря, как россиянка, я переживаю даже не за Олимпийские игры. Они пройдут, будет все хорошо, замечательно. Но я переживаю за всю эту инфраструктуру, которая останется после Олимпиады. Ведь это огромные деньги затраченные, и коммунальные вот эти все платежи. И вот всю инфраструктуру нужно потом будет поддерживать, материально поддерживать. Если государство не возьмет на себя ответственность за это, то получатся вот вторые афинские Олимпийские игры. А что случилось в Афинах? Ну, вообще-то кризис в Греции начался с Олимпиады, если вы не помните. Когда мы построили огромные стадионы, разные объекты такие, гостиницы и так далее. И потом они не могли как-то их обслуживать, потому что не было средств на это. А у России есть деньги на это? Кто-то сейчас стоит, извините, в ужасном состоянии. Там все разрушается. У России на это деньги найдутся? Но надо спросить у Владимира Владимировича Путина. А по ощущениям, как живет Россия сегодня? Ой, по-разному. Вот говорят о том, часто можно прочитать и в западной прессе такое мнение, что, собственно, после Олимпиады у России начнутся экономические проблемы. Что сейчас все держат экономику, а потом отпустят и кризис. И мы видим... Вообще меня пугает, например, курс рубля по отношению... Доллару и по отношению к евро. Он в последнее время очень падает, курс рубля. Я не знаю, с чем это связано, с Олимпиадой или не с Олимпиадой, либо с грядущим финансовым кризисом. Об этом очень страшно даже думать. Но вот мне кажется, в России деньги есть. И всегда будут, потому что у нас газ и нефть. И невозможно, чтобы у нас не было каких-то... У нас же это есть все. Поэтому очень хочется надеяться, что государство возьмет на себя ответственность за то, что будет происходить в Сочи после Олимпиады. И это станет настоящим курортом для людей, для народа, в первую очередь для россиян. Мне кажется, строили в первую очередь для россиян, для наших спортсменов, для наших любителей. Но многих отпугивает, что... Вот я многих спрашиваю, вы поедете потом после Олимпиады? Они говорят, слушайте, если такие цены останутся, да упаси Бог, нам в Австрию легче слетать и будет в два раза дешевле. И это правда. Очень дорогой город. Очень дорогой город. Я даже когда в командировку туда ездила и вечером куда-то ходили, мы удивлялись, что цены даже в кафе или в ресторане были дороже, чем в Москве. Представляете? Вот мне кажется, что дороже, чем в Москве вообще ничего не может быть уже на сегодняшний день. Но я привыкла как бы к этим цифрам. Но когда вот в Сочи за что-то там платили, я говорю, слушайте, мы где находимся? В Токио там или, я не знаю, в каком самом дорогом городе мира? Если после Олимпиады это удастся как-то сбить, как-то будет какая-то здоровая конкуренция, то народ потянется туда. Очень красивый город, очень красивый ландшафт, природа очень красивая, живописные. Ну, где вы найдете такое место в мире, где здесь и море, да, и горы, и все это вместе. Такие растения, там, дендрария один чего стоит. Мне кажется, люди любят Сочи наши, но пугают цены. Хорошо, а как считаете... Вернее, отпугивают. В имиджевом плане Россия что-то получит после Олимпиады? Вот удалось, может быть, сломать какие-то стереотипы, какие-то, может быть, не совсем приятные для россиян или для того же Путина? Или наоборот? Ну, я думаю, что эта Олимпиада важнее даже была для нас, для россиян, для тех, кто живет в России, что сможем мы это сделать или не сможем. Ведь внутри России тоже были скептики, которые говорили, ой, да мы не потянем, да 7 лет это очень короткий срок, да зачем это нам надо было и все такое. Я думаю, что теперь даже самим россиянам очень важно, что Россия готова на такие грандиозные проекты. Это такой вот момент самоутверждения. Это намного важнее, чем, знаете, вот, когда говорят, ой, что там Мария Ивановна, да, подумают? Да ну, плевать, что подумают Мария Ивановна. Главное, что подумают мои родные, там, близкие, друзья и дети. Вот это главное. Вот я думаю, что для России Олимпиада это момент самоутверждения. Но есть какое-то ощущение удовлетворенности? То есть вот все-таки сделали, мы это можем? Или, учитывая всю негативную информацию, как бы... Я думаю, что об этом мы должны говорить после того, как закончится Паралимпийская Олимпиада. Вот когда она закончится, сейчас только начало. Вот когда она закончится, вот тогда стоит, наверное, говорить, подводить итоги. Сейчас только можно поздравить с хорошим началом, с блестящим стартом. Я очень болею за нашу команду девичью по керлингу, которая уже выиграла сборную Дании и сборную американцев. Я очень болею за фигурное катание, за хоккей. Вот когда все это мы пройдем, вот тогда мы скажем, на высоте мы остались или что-то надо переделать нам в нашем сознании. Давайте примем звонок, есть у нас на линии радиослушатели. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Добрый день. Вот я считаю, что если бы... Добрый день. Я считаю, что если бы вот эта Олимпиада, да, дала что-то России, вот надо было бы, вы сказали, что Сименс, да, делал эти вагоны. Вот если бы это Россия сделала сама... В том-то и дело, что Россия не может еще такого качественного металла делать. Понимаете, вот мы бы с удовольствием тогда... 25 лет привлечь, и видите, ничего не сделано. Ну, к сожалению, Россия и компьютеры не может делать такие, как делают японцы. Ну, что делать? А вот на ваш взгляд, вот действительно, если бы порассуждать на эту тему, почему так получается? Потому что Россия, с одной стороны, производит лучшие в мире подводные лодки. Это гений, там, инженерной мысли, космический программ. В то же время, вот все, что касается какой-то прикладной науки, а в плане того, что там... Да, мы воевать, мы тоже хорошо умеем, да. Маленьких бытовых радостей, да. Космос, да, смартфон нет. Ну, условно, сейчас упрощаю. Почему? Вот я не знаю, почему так происходит. Олимпиада, да, курорт, нет. Да, вот я не знаю, почему это происходит. Страна парадоксов? Страна парадоксов. Как мы изобрели и атомное оружие, и все самое сложное, что есть на свете, это... И в космос первые полетели. А вот сделать стиральную машину, самую лучшую в мире, ну, не удается, понимаете? Я не знаю, почему. Не знаю. Вот у меня нет ответа на этот вопрос. Кстати, учитывая, что в организации шоу «Открытие Олимпийских игр» принимали участие, я, если не ошибаюсь, по-моему, 7 из 9 человек в этой группе были иностранцами. Вот как вы это оцениваете? Ну, я знаю, что, вот, честно говоря, вот времени мало было, я думаю, да, и изобретать велосипед зачем? Если есть там специалисты, которые там занимаются этим, там, 30 лет, да, зачем брать человека, который занимается этим 3 года? Я не думаю, что у нас есть такие специалисты, это, во-первых. Во-вторых, вот точно так же, как с Сименсом, да, ну, можно было, конечно, намучиться с нашими, да, но зачем? Ведь нужно было качество. Иногда наши еще дороже, чем Сименс, я хочу вам, ну, как бы, признаться в этом. Иногда иностранные компании предлагают лучшие условия за лучшие деньги. И сейчас все на тендере, поэтому выигрывает лучшие. И я думаю, что, чтобы, наверное, перестраховаться, и было все самое лучшее. И вот поэтому брали самых лучших и самые лучшие. Давайте еще звонок в премию. У нас много радиослушателей на линии. Здравствуйте. Ух ты. Музыку послушали. Здравствуйте. Поговорите, пожалуйста. Здравствуйте. Добрый день. Очень интересное интервью. Я считаю, что вообще, как бы, вот, у нас, вот, вы сейчас присутствуете на радиобалкоме, там, идет ретрансляция эхо Москвы. Ну, различные мнения по поводу, там, и Путина, и вообще все, что там... Ну, сколько людей, столько мнений. Конечно, конечно. Но я считаю, что, может быть, не все, и там, как говорится, продвинутая интеллигенция понимает, насколько России повезло с руководством страны. Вот честное слово. Понимаете? То есть глобального масштаба человек, я про Путина говорю, конечно, который видит и понимает, что нужно менять страны. Конечно, страна огромная, и проблем море. Но у нас, в нашей стране, в маленькой, за 20 лет даже не сделано, ну, с ноготок, понимаете, столько. А вы хотите Олимпиаду? Я не... Я не... При чем тут Олимпиада? Я вообще говорю о внешней политике, о внутренней политике, о поддержке рождаемости, о Олимпиаде, о изменении отношений к инвалидам. Ну, много, очень много, понимаете. И искренне рад за Россию, то, что все-таки там что-то происходит, что-то меняется к лучшему. Спасибо. Кстати, как вам в Латвии вот живется? Вот разделяйте мне радиослушатели, может быть, это посмотреть. Знаете, насчет инвалидов, да, я бы поспорила, вот где лучше относятся, в России или в Латвии. Здесь, по крайней мере, на каждом вокзале есть туалет для инвалидов, извините, это очень важно. И есть много вот супермаркетов, ну, почти везде есть, даже на заправке, есть туалеты специально для инвалидов, что вы не везде найдете в России. И у меня сейчас одна родственница, например, так получилось, у нее потняли одну ногу, и она оказалась на коляске. И, вы знаете, вот, ну, не делается ничего. Вот она живет на шестом этаже в приличном доме, сколько, вот уже третий год пишет заявление, чтобы сделали вот спуск. Это в Москве, да? Нет, это в регионе, в Листе. Да, вот спуск, чтобы она могла хотя бы во двор выехать. Вот человек три года сидит, если родственники на руках не вынесут, то это невозможно вообще выехать. И вот я знаю, когда была депутатом, сколько денег выделялось на все эти программы. И я только не понимаю, куда они делись. Потому что как не было в подъездах специальных выездов, лифтов для инвалидов, так и нет. И вот в этом смысле, например, там Диана Гурцкая, которая мне рассказывала, когда она была в Америке, она говорит, ты представляешь, я могла одна ходить. Это город, то есть она была в Нью-Йорке, в каких-то больших городах, она говорит, это город без ступенек. Я везде на каждом светофоре слышала вот эти позывные сигналы, да. То есть у нас, вот особенно в маленьких городах, но это вообще не существует, даже об этом речи нет. И я знаю, конечно, у нас огромная страна, но я знаю, сколько средств у нас было на это потрачено. Мне обидно, что до сих пор ничего вот так и не сделано в этом смысле. Инвалиды как сидели у нас по своим комнаткам дома, так и сидят. И многие говорят, ой, знаете, вот у вас страна такая здоровая, потому что инвалидов на улице не встретишь. Там на колясках, там где-то в автобусе или там на вокзале. Я говорю, знаете, не встретишь не потому, что их нет, а потому что они все сидят по домам и не могут оттуда выбраться. Поэтому насчет вот отношения к инвалидам со слушателем бы поспорила, потому что знают не из первых рук. А в остальном это... Не, из первых как раз-то рук. Сейчас ты слышишь, что ты россиян, которые приезжают, допустим, в Ригу или в Латой первый раз. Вот у вас Европа, у вас как в Европе. Вот все так похоже на Европу, не то, что там, допустим, и Россия. Пожив здесь некоторое время, у вас сохранилось ощущение, что здесь Европа? Конечно. Я же регулярно езжу и домой, и в Москву, и в Питер. Я не оторвана от земли, поверьте мне. А в чем это европейскость? Я езжу по регионам, там в Калмыкии, в Волгоградской области, в Астрахани была недавно. Ну, то есть, знаете, мне вот это как голодный, сытого не поймет, так и наш разговор сейчас абсолютно бессмыслен. Я вот этого вашего слушателя бы просто отправила бы на пару месяцев куда-нибудь в Тамбовскую область или куда-нибудь еще подальше, или даже в Рязанскую, которая рядом с Москвой. Ну, и там бы он пожил, вот как... И я бы тогда потом с ним поговорила. Сейчас не хочу даже спорить на эту тему. Давайте еще звонок примем. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Я хотел два момента сказать. Во-первых, на счет Олимпиады, вспоминаю Олимпиаду 2008 года, правда, летнюю в Пекине, да, и эту, ну, вспоминаю, как там поднимали флаги государственно-олимпийские, но то, как в России, это сравнит просто убожество. И второй момент. Вот, смотрю Олимпиаду уже российскую, и переключаю канал, отключил сначала первый Балтийский канал, думал там посмотреть. Нет, вообще. И нет Олимпиады на русском языке. Ни на одном канале не нашел. Вот так вот. Ну, можно смотреть на ЛТВ-7 или покупать тарелку. Я лично по тарелке смотрю, кстати, там все показывают. Ну, я на вот седьмом канале только могу, ну, там по-латышски, не все понимаю, но смотрю. Ну, показывают. Ну, кстати, вот еще один момент, который тоже в социальных сетях на него обратили внимание. Как вы наблюдали за тем, кто выносил олимпийское знамя, олимпийский флаг? Не возникло вопросов по поводу кандидата? Ну, я просто, знаете, там, наверное, достойные все кандидаты. Единственное, чтобы я Валентину Терешкову все-таки поставила вперед. Она была замыкающей. Она была сзади. Я думаю, что это так несправедливо. Это наша гордость. Это первая женщина в мире, космонавт. И она так скромно где-то сзади стояла после всех молодых девочек. Я думаю, что это был несправедливый момент. И, ну, Чо Павла Каматову, конечно, все знают в стране, но я думаю, что она не международная известная личность, да? То есть, Терешкову знают все, потому что... Позовной чайка. Да, я думаю, что ее знают все. Она знаменитая. Это все равно, чтобы Гагарина поставили сейчас сзади, да? Вот там, где Михалков стоял. Ну, это для меня был этот вот... Ну, мне обидно было за нашу гордость. А проект Азбука как вам? Что такое проект? Ну, алфавит, где показывали алфавит. Вот это обыгрывался русский алфавит. Помните это в открытии было, что девочка ходила и там русские буквы... А я вообще не поняла этого момента даже. Я, наверное, не поняла. Я, наверное, немножко в этот момент отвлеклась, но я не поняла этого момента. А потом я не поняла, вот эта девушка там одна была, и я вот... Вы мне только сейчас сказали, что... Анастасия Попова, да, корреспондент РТР. Вот я ее не знала, вот когда она выносила. У меня тут был вопрос, кто эта девушка, которая стоит впереди Терешковой. Она такая еще высокая, да? И так немножко ее перекрывало. Ну, насколько я знаю, корреспондент ВГТРК в Брюсселе, которая работала в Сирии в том числе, в последней войне. У нас много корреспондентов военных работают, и на Первом канале, и так далее. Ну, я не знаю, может быть, достойная кандидатура. Ну, просто я ее вот лично не знала. Это, наверное, моя проблема, это не проблема зрителей. Давайте еще звонок примем. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Сорвался у нас звонок. Примем еще один звонок у нас. Давайте примем, наверное, очень коротко. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, очень коротко. Хорошо, Вадим. Добрый день, милые девушки. Сашенька, с Новым годом, недавно наступившим. Да, спасибо. По восточному календарю, да? Да, да, да. Ну, и, конечно, об Олимпиаде все было сказано, все верно. А вам, Вадим, аплодисменты за блестяще парированный вопрос. И я всем рекомендую обратиться вот к проходящим в эти дни выставке продажи техники и вооружений в Индии. Россия рвет всех. Спасибо. Да, мы говорили, что все, что касается войны, у нас все нормально. Все, что касается мира, у нас не очень хорошо. Война и мир, как говорили. Война и мир, Толстой. Толстой. Классики. Классика жанра. Ну что ж, на этом мы сегодня завершим наше интервью. Александра Буратаева, ведущая Первого Балтийского канала. Уже экс-ведущая. Уже экс-ведущая и экс-ведущая программа «Время» на Первом Балтийском канале. Я хочу поблагодарить всех моих телезрителей, которые меня смотрели. Хочу сказать, что мы все очень старались. И я старалась здесь. Мне было непросто работать здесь, в Риге, потому что много названий, которые мне было тяжело выговаривать, честное слово. Но успешно справлялись. Кстати, обратила внимание, что вы не ошибались. Но это стоило мне очень больших усилий, если я сейчас... Может, какая-то еще заноза стала, с которой до сих пор тяжело. Только сейчас могу признаться, что многие названия я много раз про себя произносила, потому что для меня были очень тяжелые. Сейчас теперь я могу с гордостью сказать, что любое название я могу произнести нормально. Ну что ж, на этой оптимистической ноте, все-таки с надеждой, что из Риги вы все-таки не уедете, но будете, во всяком случае, навещать наш город, мы и попрощаемся сегодня. Спасибо вам. Всего доброго. До свидания.